Самым юным участником конкурса был Коля Жучков. Мальчику 6,5 лет и на баяне он играет первый год. На суд жюри Коля представил детскую сюиту Латышова. Первый конкурс принес юному музыканту призовое второе место. Первое место в своей возрастной группе взял Илья Лукин. Юноша предпочитает играть пьесы конселенного характера, а именно широкие, свободно льющиеся напевные мелодии. Это был первый конкурс спустя столь долгий период. Именно очный. Два года я играл только на камеру. Было из-за этого волнение. Я играл русскую народную песню «Ой, это ты, Калинушка» в обработке Паницкого и баха «Трехголосную фугу до мажор». В своей программе я был уверен, но от этого волнения было не меньше. Волновались и другие участники. За период пандемии многие отвыкли от очных мероприятий. У Алексея Блехарского порой даже пальцы чуть не соскальзывали с инструмента. Но со своими эмоциями юный музыкант справился на отлично. Покорил жюри своим исполнением и взял первое место. Баяном увлекся по примеру друга. Однажды я пришел к своему другу. Он играл на баяне и на фортепиано. Я решил тоже этим заняться. Как раз на следующий день к нам пришли в класс и сказали, кто хочет играть на баяне. Я согласилась. Мне позвонили. И я вот уже как третий год сюда хожу. Гран-при музыкальной битвы взял Виктор Новожилов. Проводить такой конкурс в народном отделении каждый год в феврале для Дыши стало доброй традицией. Он проходит, как правило, накануне областных конкурсов и других серьезных музыкальных состязаний. А потому для ребят это своеобразная тренировочная площадка. Впереди им предстоит покорить немало творческих вершин.